Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Айба, и канал Без Купюр. Это спецвыпуск посвящен Рафису, который купил BMW M3 Competition. Я скажу, наверное, это единственная BMW G80, которая у нас в Кыргызстане, с такой комплектацией. Сейчас мы находимся в Keramik Pro, где машина должна оклеиться, бронепленка. Сейчас мы ожидаем Рафиса, конечно, он еще не в курсе, что я здесь. Минуту на минуту сейчас он должен здесь оказаться. Субтитры сделал DimaTorzok Если ты начал смотреть этот выпуск, то это видео в 4К. Для этого вам необходимо зайти в настройки и включить полноразмерную картинку. Такой деловой! По телефону общаются. Ассаламу алейкум! Ассаламу алейкум! Ассаламу алейкум! Как дела? Привет, привет! Нежданчик, да, такой? Да, не говори. Ты чего скрываешь машину, никому не показываешь? Да, не скрываю. Я вот приехал в святые стены обклеивать, как обычно. Пойдем покажу. На самом деле, мне труба интересна. Почему именно BMW? Я знаю то, что у тебя был BMW F90 competition и после этого ты мне говорил по любому. Айба, честно, кроме GTR 35 я не рассматриваю как гоночный болид, да? Ну, начнем с того, что это для меня не гоночный болид, а для города. Купил машину. Ассоциации с гонками, ничего такого нет на самом деле. Для души городская машина с таким характером, с такой харизмой. Ну, все однобоко, все одинаково, что-то новое. Поэтому решил и именно вот цвет такой захотел. Кстати, когда мы перед аварией, помнишь, снимали? Так, давай насчет GTR чуть позже. Да, я помнишь, говорил, что у меня уготовлен сюрприз. Я для вас подготовил сюрприз, о котором я расскажу позже. Это будет совсем другая машина, с нуля, с полного нуля. Если я эту машину строю уже 8 лет, та машина у меня построится. Благодаря опыту, который набрал связи, возможностям, я ее соберу за год. Не, ну, и часто я думал тогда, что ты хочешь, ну, Porsche какой-нибудь. Не, не, по этому поводу мне спрашивал ты неоднократно. Не хочу, не буду. Потому что машина скучная, на самом деле. Она мега дорогая и скучная. Так. Я знаю, что на этом не остановлюсь, поэтому. Главный вопрос этого дня. Сколько стоит твоя машина? Знаешь как? Я не буду называть цифры. Как бы это вообще доступно. Ну, честно говоря, волны. Вот это вот негативы после аварии. Я столько наслышался, навидался. Я скажу одно. Машина максимально возможная вообще. Все, что можно в ней есть. Максимальная комплектация для рынка Кыргызстана получается. Открывайте конфигуратор. В BMW он доступен. И как бы смотрите. Выбирайте. Там сразу он вам напишет цену. Эта цена она от BMW Group по всему миру актуальна. А какая цена? На официальном сайте. Ну, стартует. Старт от 120 тысяч евро. И дальше. В зависимости от того, что ты хочешь. Помнишь нашу первую встречу, когда я подъехал к тебе домой. Когда ты встречал эту мужчину. Мы начали общаться про этот автомобиль. Ты сказал то, что для Кыргызстана доступно две штуки только. Как это понять? Ну, честно, для меня это впервые. Ну, смотри. Такие машины производитель, он выдает квот. То есть квота – это возможность завести на рынок с учетом платежеспособности рынка, потребляемости этого рынка. Производитель, там, маркетологи выдают квоту. Чтобы не было, к примеру, дилер по незнанию там заказал 50 машин, а потом не смог продать и как бы обнял и сидел. Производитель, он любого дилера, любого импортера субсидирует в том числе, финансово подпитывает. Вот, изучая анализ, они выдают квоту. Говорят, вот мы вам выделяем, скажем, в первые полугодия 2022 года две модели вот этой машины, пять моделей вот этой машины. Соберите, продайте. По результату там, если надо, запросите еще квоту. Так получается, ты сейчас единственный у нас в Кыргызстане владелец G80. Да, в Казахстане тоже их нету. Даже в Казахстане нету? G81 у моего товарища есть, М4. А, это М4, нет, М3 имена. Нет, нет, нету, нету. А подожди, как ты думаешь, второй владелец появится у нас? Тяжело сказать. Но она стоит, вот эта машина стоит, вот в топовой, в топовой комплектации она стоит, как топовый X7. Вот у нас что человек возьмет? Короче, ребят, вы можете погуглить, сколько стоит топовый X7 и узнаете цену этого этого. Ну, либо там топовый X5, к примеру. Мне кажется, это 150 плюс уже туда, ближе к 200. Ну, я не хочу называть цифры. Вот она стартует от 120 тысяч евро и выше, что вы поставите. То есть в базе без всего, что, допустим, я эту машину сам конфигурировал под себя, да, со спортивным характером. Ставил именно то, что мне нужно, что мне не нужно, я убирал. Единственный BMW M3 Competition G80 на полном приводе. Почему ты выбрал именно такой цвет? Потому что, когда эти машины выпустили, у них флагманские два цвета, получается, M4 в желтом, лимонная она такая, а M3 вот именно в этом. Этот цвет бесплатный, то есть это не индивидуал, он доступен бесплатно. Подожди, а не competition может быть в таком цене? Они все, я не знаю, не competition существуют они или нет. Я в интернете видел именно G80, там белого цвета есть. Любой цвет, какой ты хочешь, она же, они с конвейера не сходят, Айба. Ты приходишь, у любого дилера, у нашего импортера есть определенный человек, должность занимает, конфигуратор. Он себе даже на сток, на склад сидит и конфигурирует машину. То есть там нет такого, что готовая партия машин, приезжай, забирай. Попался такой цвет, попался такой салон, такого нет. Вот этот человек, конфигуратор, который здесь у нас сидит, он с учетом потребности наших пользователей, да, нашего рынка, какая кожа, там кожа тоже, знаешь, от, скажем, 10 сомов до 100 тысяч сомов в разные варианты обивки салона существует. Он сидит по цвету, вот у них есть, знаешь, такое понятие, бестселлер, допустим, это белый X5 на каком-нибудь красном или бежевом салоне, понимаешь? Он сидит и конфигурирует, дает задание, из чего должна составить машина. Вот, и это не исключение. То есть такого нет, что она вышла с конвейера и ждет тебя, когда ты ее выкупишь. Как называется цвет автомобиля? Зеленый остров Мэн. Знаете, да, что такое остров Мэн? Ну, я слышал, по-моему, про байкеров связано, что ли? Да, остров Мэн, это тот остров, где, на самом деле, настоящие мужчины, где разбиваются байки. Они, да, они разбиваются, но это те люди, они вот реально с характером, мужчины настоящие. Ну, это можно, знаешь, в моем понимании сравнить с возрождением на Эверест. Чтобы без поломок, без травм проехать весь уикенд на острове Мэн на байке. Для себя галочку ставят, вот как альпинист. Я зашел на Эверест, там, флаг свою поставил. То же самое, у него там татуировка, что он Мэн объехал. На мотоцикле будет наклейка, что он на Мэне был, понимаешь? Там, когда человек, байкер туда попадает, он подписывает, что он не имеет претензий никакого к организаторам. В интернете куча роликов, можешь посмотреть, как они на смерть разбиваются, там, прям. Да, и я, кстати, натыкался на такие ролики. То есть на верную смерть, скажем так, отправляются. Давай не будем о смерти. Я безумно рад, что у нас появился такой автомобиль. Угу, я тоже понимаю. И я удивлен, что даже в Казахстане нет. И я читал про этот автомобиль 500, сколько там, 510? 510. Завода. Новейший, еще толком не изученный мотор S58. S58, B30. Да, это то, что пришло в смену на B58, скажем так. Twin Turbo. Да. Полный привод. Полный привод. Восьмиступенчатая коробка. Да. Как называется сейчас, подожди, Steptronic, что ли, Steptronic, да? Вот у них два, ну, на этих машинах, ну вот, есть же еще N340i, как у Кадыра. Угу. Там стоит немножко другая коробка, слабее. А вот здесь вот стоит коробка та, которая стоит на M5. И вот тюнеры, которые, ну… На M5, которая F90? Да, да, да. Вот на F90, на которой коробка стоит, да, она стоит здесь. По разным причинам не могут, допустим, купить или не хотят купить M3 и ехать быстро. Они покупают вот M340, там по всему миру ищут коробку. Ну, короче, AT90, присобачивают, чип, и все, машина из 10 секунд. Вот Кадыровская, без напряга. Подожди, сток железа, сток турбины. Я не хочу соврать, потому что опыта еще нет, но судя по интернету, то, что сейчас люди пишут и говорят, да. Подожди, какие манипуляции, ну, помимо прошивки, что ты должен сделать, чтобы из десяти выехать? Поменять коробку на вот M340, поменять коробку, установить впуск, выпуск, прошит, все, все очень хорошо. А вот эта машина, я был свидетелем, действительно, вот в Астане в Саяне. Купил, поставил Акропович, прошил машину, она выехала из 10 секунд на стандартный, вот на завода, как он на эти, на это Pirelli пришел. То есть, да, без всякого чита даже, по резине. И это ошеломительно, на самом деле, знаешь, прям. Подожди, а с завода Pirelli стоят? Да, вот это, ну, с завода же она стоят. Но они же не полуслики, они... А это дорожная резина, да. Да. И она разноширая. Вот у этой машины существует... Кстати, да. Некоторые говорят... Разноразмерные. Да, разноразмерные. То есть, спереди стоят 19-ый, сзади... 20-ый. Это вот для меня ***. А параметры какие? Ты сам знаешь? Не знаю, дружище, не знаю. Да? Ну, я думаю, что у нас здесь минимум 10,5. Наверное, да. Даже ближе к 11. Потому что колеса широченные. Да, просто сделано с расчетом, чтобы ты мог носиться боком. И у этих машин появился еще такой инструмент, который типа оценивает твой дрифт. Понял? Ты поносился, и он там на мониторе тебе там звездочки ставит. А, не счастливо. Ты продрифтил там на 5 с плюсом или там... Ну, в этом... Короче... Рейтинг, короче. Да. Я это все только только изучаю. Я проехал всего на ней 50 километров. Вот, приехал к Рысу, чтобы он ее оккультурил. И я безопасно мог. Да, я уже у Рысы спросил то, что ты хочешь оклеить полностью бронепленкой? Она будет обклеена не как бы зоной риска. Я буду обклеивать ее полностью. Сверху обклейки. Я покрою ее там какими-то нано средствами, которые позволят подольше прожить этой пленки. В салоне я все обклею пленочкой. То есть, так культурненько. Потому что я на ней каждый день дубасить не буду. В выходные. Хочу поблагодарить Керамик Про за предоставленное место. И мы совместно решили разыграть восстановительную полировку для кузова. Для этого вам необходимо написать прозвище для этого автомобиля. И кто больше наберет лайка, тот и забирает главный приз. И кстати, второй филиал открылся. Керамик Про. Который находится по магистрали торговый центр Tommy Mall. Заезжайте. И кстати, кто заедет от моего имени по промокоду «Айболис Купер» получит 10% скидки. Какие черты тебе больше понравились, что ты вот просто влюбился в этот автомобиль? Вот это очень важный момент, который я бы хотел отметить. Почему? Скажем, да. С одной стороны это круто, но с другой стороны это скучно. Вот, допустим, покупая ГТР или другой иной автомобиль, на котором ты будешь носиться. У меня лично возле ГТР начинала голова болеть по поводу тормозной системы. По поводу облегчения машины. То есть, да, там крутые Recaro ковши стоят и так далее, но они мега тяжелые. Вот здесь, значит, опционально доступны легкие карбоновые прям перформанс ковши. Опционально доступна карбоно-керамическая тормозная система. И вот, получается, ты машину берешь новую, да, она уже заточена, понимаешь? Не надо, голова не болит, там, ааа, искать. Кайф в этом. То есть инженеры, инженеры уже за тебя обдумали. Да, да, да. Но, с другой стороны, скучно становится в плане того, что хочется что-то прикрутить сам, вот, знаешь. Кастомное что-то. Да, что-нибудь сделать. А здесь, получается, ты можешь прикрутить выхлопную систему, инсталлировать впускную систему. Ну, если ты прям хард-дурак, можешь какой-нибудь там впрыск водометанола. Ну, я думаю, что за такие бабки на такой машине, это пока что рано. Ну, в смысле, года два-три. И все, Дубай, съезди, кайфуй. Выезжай, натягивайся с десяти секунд. Это девятисекундная городская машина, заводская, представляешь это? Заводская. Да. А с музыкой, извини меня, с кондиционером, со всеми делами, с четырьмя дверьми. Полноценный седан. Да. Причем, я сзади сидел, я с друзьями катался, сзади сидел, мне достаточно комфортно. У меня вот, ну, сантиметров тридцать до спинки этого, я спокойно развалился вот так вот и сидел. Короче, я доволен. Для подписчиков будет интересно, ну, больше да, чем нет, про твой нашумевший ГТР-35. К сожалению, я как слышал, были неполадки с автомобилем, после этого ты, ну, попал как бы в ДТП. Конечно, печально, но самое главное, ты сейчас присутствуешь рядом со мной. Ребят, ну, это автоспорт, реально, ну, никто не застрахован, это железо. И по-любому мне интересно, и подписчикам интересно, потому что были вопросы, а куда пропал Рафис? Кстати, мы слышали то, что Рафис раздул свой автомобиль. Можно ли хотя бы чуть-чуть расскажешь? Для меня это, на самом деле, болезненно, не больная, а болезненная тема. Ну, окей, я расскажу. В то время, получается, я очень сильно бредил, вложил прям хорошую, ну, крупную сумму денег для того, чтобы попасть на заключительный этап чемпионата России в ДРЦ, да, в Чечне. Вот, все пошло по плану, я был доволен, все хорошо, ребята помогали там и так далее. И мы находились в процессе настройки, по времени не успевали попасть на стенд. То есть там по уму надо было настроить машину на стенде. Но мы были готовы попасть на стенд, но этот стенд был доступен только в Москве. И на тот момент он был, короче, ну, занят. А вот через два дня гонки, получается, да, через три дня. Вот, ну и я со своим настройщиком, с братаном, своим Коляном решили, что настроить на трассе. Начали настроить, все было шикарно, все хорошо, машина слушается, держится, едет, результаты уже есть. И, короче, нам надо теперь буст по передачам отстроить. Третью отстроили, четвертую отстроили, пятую начали, там, с минимального буста. А пятая передача, ты знаешь, там, ну, как троллейбус он едет, уже скорость у тебя около 200 км в час, а ты еще в атмосфере. Понимаешь? И в один момент, короче, бух, надув, а уже трасса кончилась, как бы, да, это было очень опасно. Я, ну, даже настройщик говорю, блядь, у меня, говорю, ну, перетрясло. Я первый раз в жизни. Удачный проезд, 327 км в час. Я тормозился прямо вот-вот в маршрутку, короче, понял. И там у меня стояла карбоно-керамическая тормозная система, слава Аллаху. Вот, которая меня, ну, отработала свои бабки, скажем так. И, значит, мы дошли до такого уже серьезного буста для моего сетапа на тот момент. Это 2,6, по-моему, бар. Вот я один проезд проехал вниз, а обратно все так же. Поставил на пятую передачу и с 40 км начинаю ехать, ехать, ехать. Динамику машин набирает, как бы объем есть же. До 200 км уже 5000 оборотов машина доезжает. И в один момент бух-бух, и вот это все секунда. Не отловить, не среагировать. То есть это, если бы ты на старте, а с букса там вот это вот все дела, ты бы поймал машину. Да. А тут, представляешь, ты едешь, ты уверен, что она сейчас пульнет. В точку? Да. А тут раз, что-то такое происходит, все, короче, вообще. Ты был бессилен. Там, друг мой, не то что я бессилен. Извините за мой французский х**. Кто? Смог бы. Поэтому вот эти всякие черки, которые… Не, ну мы же наблюдаем за чемпионатом. Да, всякие. Причем у этой машины есть особенность, в интернете посмотрите, дохерища случаев, где вот он едет, и именно его в левую сторону вытаскивает, разворачивает прямо на 108 градусов. Может это инженерная ошибка какая-то? Нет, это не то, что инженерная ошибка. Мы разобрались, читали логи, поняли. Слишком дохрена крутящего момента. Вот муфта переднего привода, которая распределяет, ну получается полный привод включает, она не способна, даже супер доработанная, там супер крутая какая-то. У меня, кстати, ставила муфта за 6000 долларов, чтобы понимали, да, что не просто так. Она не способна переварить момент свыше 700 на себя. А у меня, естественно, там под 2000 сил, грубо говоря, ну просто не… ну в общем, произошло так. И вот на этой волне, на самом деле, я очень много на себе вот это вот испытал негатива людского. Я понял, насколько люди, знаешь, злые. Вот этот особенно, который сейчас там, я не знаю, чай он рекламирует или что там, духи он рекламирует. Ты понял, лаком я говорю? Давай, не будем. Да, я тогда, я вот эта ночь, ты же помнишь, приехал, мы отвезли машину домой, все такое, я в шоке. Я уехал, чтобы вообще никто меня не видел, я уехал на дачу, вот лег спать, в обед проснулся, я понял, что произошло, знаешь. Прям, ну слеза наворачивалась, я понял, что это волна зависти вот этой вот… ну не знаю, короче, как это объяснить. В общем, я вот к этому не был готов вообще. Когда я проснулся, я пришел домой, я поблагодарил Всевышнего, что он мне дал возможность заново увидеть своих близких, проанализировать ситуацию, как произошло. И я, обходя машину вокруг, миллион раз сам себя похвалил за то, что я вкладывал деньги в безопасность. То есть там, на последнем месте у меня, допустим, пусть будет мотор, техническое состояние, еще что-то, но на топовом месте у меня была безопасность, и это меня спасло, на самом деле. Я заметил, когда… Вот, после этого я вышел с обращением, значит, когда я уже не выдержал, когда мне все подряд, знаешь, говорили… Коралл Бастер. Вот, не то чтобы зарекся, я оценил, что я действительно взрослый человек, уже у меня там шестеро детей. Я не готов, короче, больше к таким рискам, вот, поэтому на улице, я тогда еще сказал, гонять, появляться вот это вот, ау, кипиш. Я приеду… Подожди, будешь появляться… То есть ты про ГТР имеешь в виду? Вообще про любую машину, я участвовать в уличных вот этих опасных гонках не буду. Я, да, могу, да, у меня друг, очень брат мой, Ренат Пул, пилот мой, помнишь, да? Да. Я ему дам, он погоняет, подубасит, сам, нет, я могу приехать, посмотреть, поздороваться там, ну, что-то кому-то поставить, сам гонять. Подожди, мы увидим эту эмку? Да, но не в моем, я гонять не буду, ребята, я об этом сказал, повторю еще раз, это осознанно принятое мною решение, взвешенное, вот, гонять не буду на улице. Что касается ГТРа, все восстанавливается сейчас, для того, чтобы я свой белый ГТР восстановить, я купил донором еще один ГТР, прям целый ГТР. Я мог бы его, коробочку свой выкинуть, его сделать, нет, я сделаю свой, плюс я купил кузов на ГТР, в который я... Чтобы корчануть? Да, он у меня будет, то есть мой белый ГТР, который вы видели, наблюдали, я его соберу, у меня все его детали стандартные, они на полочке лежат, у меня есть программа, где я тыкую название детали, она мне показывает, где там, допустим, скажем, коврик, пятая полка сверху, там-то, там-то, короче. Ничего себе. Вот, я его полностью соберу, крысу привезу, он мне губы ему налижет, я просто это буду, знаешь, ну, история любви это, понимаешь, дружище. Корч у меня будет на базе 35-го ГТРа, он ли, другого не будет, на базе мотора ВР38, и я буду стремиться только участвовать в официальных соревнованиях. Если будет возможность здесь, в Казахстане, если когда-нибудь... Сокол, да, Сокол. Да, Сокол, извините меня, честно, вот я вам говорю, это уже не тот уровень, там можно 10 секунд, 11 секунд поездить, но трасса, во-первых, не готова к большим мощностям, организация не позволяет, ну, не может, короче, сделать так, чтобы реально серьезные такие тачки собирались. Россия недалеко, ну, сейчас вот этими обстоятельствами, видишь, тоже, блин, надо было речь, на самом деле, начать с того, что очень сильно переживаем, на самом деле, да, что вокруг происходит мирного неба всем, дай бог, что... Я не хочу это обсуждать, зачем? Не, ну, нас такой негатив, нас, как бы, это косметит. Мы, наоборот, хотим для подписчиков сделать такой сочный, интересный выпуск. Да, ну, в общем, дай бог, если Россия не развалится, я вот мечусь туда. Буду участвовать, я буду под флагом своей страны, показывать вам, делиться с вами результатами и так далее. Круто, круто. Ну, на улице я, короче, все, ребята. Ну, я понял, мы отдалились от темы, ну, вообще, мы, точнее, я приехал поподробнее узнать про этот автомобиль. Давай, наверное, по технической части и по комплектации не будем, почему? Потому что подробно будет снимать наш Кадыр, он же, как бы, видеообзорщик, да, блогер. И обязательно я оставлю ссылочку под видео, вы можете перейти к нему на канал, называется Turbo Nomad. Он подробно снимет видеообзор про М3, да? Техническую составляющую расскажу, Кадыр. Давай, теперь о замерах. Конечно, ты 50 километров проехал, я знаю, ты еще не обкатал автомобиль. Ну, естественно. Машины на гарантии. Заводы, сколько они едут? Айба, я вообще, честно, ты не поверишь, при выборе машины... Ты не смотрел на замеры, что ли? Вообще, клянусь, ни на замеры не смотрел, ни на YouTube, кто как едет, не смотрел. Я просто понимал, что я хочу эту машину на базе этого мотора, потому что он, как бы, новый. Для меня темный. И вот я сейчас даже у меня спросил, сколько здесь турбин, там, да, Кадыр спрашивает, я говорю, Кадыр, я не знаю. Там, что у меня еще что-то спрашивали, я не знаю. Вот я ее взял, я не буду на ней просто как какой-то диванный юзер кататься, я буду ее изучать. Всю эту платформу я схаваю полностью, вот отсюда залезу, вон оттуда вылезу. Я раскрою весь ее потенциал, расскажу. Сколько, как ты думаешь, сколько времени понадобится тебе? Ты просто на 90, ты на 90, там, буквально полгода покатался, и, ну, к сожалению, конечно, ты машину отдал новому хозяину. Да, ну, это нормально, я сразу говорил, мне М5 вообще не зашла. Она не харизматичная, какой-то вот этот вот диван в этом, в городе, в толпе. Вот если не брать ее сиренем, вот этот цвет, взять, допустим, если она была в Алма-Ате, она с таксистами сливается, эта машина, понимаешь? Она мне не зашла. Да, она едет, ну, она, короче, до предела. А вот эта тачка, это действительно культовая, я считаю, что это флагман департамента М. Она трековая, братан, вот ты едешь на ней, она рулится, это, короче, ее можно вот так вот рядом с ГТРом поставить и запустить на Нюрнбург Ринг, понимаешь? То есть ты сидишь в ней и чувствуешь, что ты едешь в спорткаре. Я хочу признаться, я когда увидел этот кузов, ну, это было в прошлом году, наверное, или позапрошлом, в каком году, в 20-м году выпустили? Да. Мне, честно, машина не зашла. Я увидел, мне казалось, что машина... Из-за ноздрей. Такая уродина, да. А потом, вживую, когда увидел этот автомобиль в таком цвете, я действительно понял, что стоят этих денег и стоят этих эмоций, да, у людей просто... Когда, честно говоря, вот человек, который покупает там то или иное что-то для себя, честно, поверьте, деньги и так далее, это вот, ну, на последнем месте. Самый важный, момент важен. Понимаешь, эмоция... Но ты сейчас не в кредит взял, может? Нет. Не в кредит. А можно узнать, в долларах или в евро? В евро. А не только в евро продают? Не продают. Ну, классно, в евро. Евро сейчас стабильно вроде держится. Но, как шлюха тоже туда. Сейчас уже за эти деньги не возьмешь. Ну, понятно. Сейчас, короче, за те деньги, которые, за которые сейчас за них хотят, точнее, буквально два месяца можно было ламбу, короче, купить, понял? Не, на самом деле, да не только вообще курс сейчас растет. И как бы, и бензин дорожает каждый день. Да, х** этот бензин. Если честно, даже отражается на моем канале. Монетизацию выключили в России. На самом деле, тяжело. Так что, ребят, если вам не трудно поддержать наш канал, я не знаю, ну, всегда мы рады сотрудничать. Да, сотрудничать. Или, может быть, захотите донатить. Welcome. Ты обещал, ты не будешь за рулем, но будет сидеть Ренат. Да. Главное, чтобы этот автомобиль присутствовал на огне. Да, да. Я не говорю, что прям каждые гонки. Просто нам нужны результаты. Да, будут обязательно, но я лично, как пилот, владелец, сердца покорять там не буду. Еще раз хочу напомнить, что этот автомобиль будет, по идее, должен выехать из десяти. Но он не должен, он выезжает. Да, выезжает из десяти. Для этого нужно зашить трассу. Трасса лежит, сейчас я уезжаю просто на работу, трасса лежит уже дома. Приеду сейчас чуть-чуть. Интересно, а кто будет шить? Мой настройщик будет шить. Мой Колян, братан. А он откуда? Он сам, короче, он из Белоруссии, по-моему. Если не изучает. Так, подожди. Колян, это тот чувак, который шил твой ГТР? Это тот чувак, который шил мой ГТР. Это тот чувак, который будет шить мой ГТР. Это тот чувак, который будет шить эту машину. Если, б***ь, еще ты не умеешь это делать, ты, б***ь, научишься это делать. Вот. А он шьет мою Зетку. Короче, все машины, которые у меня будут. А, еще здесь Зетка есть. Кстати. У меня был другой наросстройщик, которым я много лет двигался, настраивал, взял. Но он что-то, короче, либо ему стало неинтересно, либо он просто разбогател. Одну из двух. Вот этот парень, Кашперка Коля. Брат, я передаю тебе привет. Огромный. Да, Коля. Это мега крутой чувак. Коля молодец. Если бы не Коля, ты бы не устраивал. Он знаешь, даже здесь, в пределах наших, Я просто в шоке. Человеку просто звонишь в 2 часа ночи. Я вот делаю машину. Казалось бы, да? Я говорю, блин, я вот там вот проводок приделал. Посмотри, правильно, неправильно. Он нахер бросает все. Говорит, все. Хоть там спит он, или, я не знаю, кушает. Он выходит на связь, говорит, давай, все. И пока ты не закончишь, пока... Я не скажу. Братан, спасибо тебе. Он не вырубается. И ни разу, ни разу за мое... Не то, чтобы подводил. В моем взаимодействии с ним, он мне ни разу не упрекнул в том, что я пользуюсь его личным временем. Ни разу не заговорил о деньгах. Он работает сейчас стационарно на сервисе в Москве Ракета Моторспорт. Ну, там еще есть крутой человек. Электрик неху** есть, Антон. В общем, я все аккаунты дам. Посмотрите, это люди, которые для меня, как бы, исполняют мои хотелки и делают это лучше всех. И напоследок я хочу все-таки попросить вживую посмотреть этот С-58, В-30. Давай? Да. Ты откроешь нам капот, и мы хотя бы визуально посмотрим. А, капот вручную открывается, что ли? Я думаю, за такие деньги, я думаю, капот откроется сам. Двери вот так, да, как на ламбе еще? Ну, здесь ничего такого, особенно все, как бы, вот эта вот позорная штуктенция, она, короче, существует такая контора, ивент, это обычный металл или алюминий? Это алюминий. Но видишь, как это все исполнено, и не нравится. Существует сейчас решение карбоновое вот это вместе со впуском. Очень красивая такая распорочка. Я думаю, в будущем ты все это исправишь. Ну, все, с вами был я, канал Без Купюр, и, конечно, мой гость, Арофис. Ваш личный слуга. Да, 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 который нам делает шоу, очень зрелищный контент. И в этом году обязательно увидим его M3 Competition G80. Вот ты обещнулся. Да, но не только мне обещнулся. Да, но не я буду, короче. Нет, я понял. Не тяните меня за язык, не провоцируйте, не тяните меня за язык, я честно... Ну, скоро мы увидим на трассе автомобиль. Да, машину увидите. Ты будешь, конечно, на трассе стоять комментировать, да? Ну, подсказы, фендели давай. Все, всем спасибо, что присутствовали и досмотрели. Конечно, как всегда, я прошу всех подписаться. Ну, кто подписан, конечно, это ставить лайки, включать уведомления, чтобы знать о новых видосах. Всем мира, мирного неба над головой. Берегите себя, не болейте, берегите близких. Большое вам спасибо поклонникам, если кто-то за этим действительно следит и искренне радуется. Спасибо вам огромное, это мотивирует и дорогого стоит. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...